Есть вещь, с которой вы, возможно, будете много сталкиваться в будущем, либо в информатике, либо в различных разговорах про алгоритмы или процессы. Это блок-схема. Я так подумал, что для каждой программы, которую мы с вами написали, было бы неплохо составить блок-схему. Возможно, я не буду составлять ее для каждой из программ, но начну с самых основных, чтобы вы поняли, что блок-схема на самом деле не является чем-то особенно сложным. Для программы нахождения факториала числа, которые мы с вами изучили, как и для любой программы, блок-схема должна с чего-то начинаться, и это начало обычно изображается в виде круга или овала. Начинаем со строки сверху, в которой отображается сообщение о том, что пользователь должен ввести число, факториал которого нужно найти. Затем пользователь должен ввести какое-то число. Эта строка запрашивает у пользователя ввод данных вот здесь. Изобразим этот этап в виде параллелограмма. Итак, это ввод данных пользователям. Затем мы можем написать, что переменная number равно тому, что было введено пользователям. Можете здесь не придавать особого значения терминологии, вы ведь просто хотите показать, какие действия совершает программа на данном этапе. Значок параллелограмма означает, что программа каким-то образом связывается с пользователем. Она может либо запрашивать информацию пользователя, либо выдавать ему ее. Поэтому здесь нужно записать, что ввод данных равен переменной number. То есть мы представляем, что number — это и есть число, введенное пользователем. Затем программа выполняет достаточно очевидную операцию. Мы установили, что product должно быть равно единице. Изобразим это в виде прямоугольника. Product равен единице. Переменная product равна единице. Затем в программе будет происходить кое-что интересное. Мы дошли до цикла for и начинаем… Сейчас я напишу то, что будет немного отличаться от того, что я написал вот здесь. Значит, что произошло? Мы начали этот цикл for с присваивания, в котором мы сказали… Цикл for — это всего лишь несколько действий, происходящих одновременно. Программа присвоила переменной i первое число последовательности, точнее, программа проверяет, может ли переменной i быть присвоен первый элемент последовательности. Если может, цикл продолжается. Нет? Тогда цикл завершается. Давайте запишем это следующим образом. Напишу это вот так, что-то наподобие тестирования. Элементы, оставшиеся в последовательности… Сейчас я подпишу. Когда я говорю «последовательность», я имею в виду этот числовой ряд. На примере, который мы рассмотрели в прошлом сюжете, number было равно 3. Значит, эти числа остались у нас в последовательности. Знаю, что, возможно, это трудно прочесть. Допустим, что у нас остались какие-то числа в последовательности. Тогда, если это так, программа присвоит i следующее число. i равно следующему числу. Присваиваем i следующее число. Давайте пока не станем разбирать случай, когда у нас закончились числа в этой последовательности. Представим, что они там есть. i будет равно следующему числу в данной последовательности. Тогда мы можем определить product как… Вообще, я напишу это синим цветом. Давайте напишу здесь «да». Если у нас остались числа в последовательности, тогда i будет равно следующему по счету числу. Сейчас запишем. Это одна из выполняемых в этом цикле операций. А затем программа переопределяет переменную product. Мы ведь сказали, что новое произведение равно значению предыдущего произведения, умноженному на i плюс 1… умноженному на i плюс 1. И теперь мы возвращаемся назад к тестовой фазе. Итак, мы возвращаемся назад. Постараюсь написать это красиво. Возвращаемся… Давайте я напишу вот в этом месте. Мы возвращаемся назад к этому пункту в программе. Именно поэтому это и называется циклом. Поскольку после выполнения этой операции она находится внутри цикла, программа возвращается к началу, чтобы проверить, есть ли какие-то другие операции в цикле, которые нужно выполнить. Значит, программа возвращается в самое начало цикла и проверяет, есть ли какие-то другие числа, находящиеся в этой последовательности. И тут мы должны поставить вопросительный знак. Этот знак вопроса относится к этому ромбу. Если в последовательности есть другие числа, то i будет присвоено следующее по списку значений, и тогда произведение будет равно значению предыдущего произведения, умноженному на i плюс 1, и затем все начинается заново. Программа запрашивает, есть ли еще числа в последовательности, и если нет, то мы двигаемся направо и завершаем цикл. Цикл больше не будет повторяться. Когда цикл заканчивается, программе остается только выполнить следующую команду, стоящую после него, вывести значение произведения на экран. Программа выводит значение произведения, значит, это взаимодействие с пользователем. То есть программа буквально выводит искомое значение. Программа выводит искомое значение, и на этом все заканчивается. Итак, вывод произведения. Напишу здесь конец, чтобы обозначить, что все действия выполнены. Конец. Итак, это простая блок-схема, составленная для нашей программы. Надеюсь, она поможет вам понять работу этой программы, если последние два сюжета не сильно помогли вам в этом. Надеюсь, вы поняли, как составляется блок-схемы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...